Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Марк Фейгин. Здравствуйте, Марк. Рад приветствовать. Марк Фейгин, общественный деятель, юрист и блогер. Сегодня мы с ним поговорим, какой ответ готовит Путин за удары по Крыму. Получилось ли у Лукашенко откупиться от Путина с солдатиками и война спецслужб России против Зеленского. Но об этом всем сразу после блиц вопросов от наших зрителей. Вопрос первый. Ограничение на визы для россиян. Это правильно или неправильно? Это правильно, но я с этим не согласен. А почему не согласны? Ну, потому что я гражданин России, я понимаю, насколько это проблемный вопрос, но я понимаю также, что это неизбежно, поскольку война сама диктует свои правила. И с этим надо просто принять. Потому что это не вопрос желания или нежелания, а особых обстоятельств, которые сложились. Вопросы безопасности, войны, мира, жизни, смерти. И в этих обстоятельствах, да, именно так. В Европе существует русофобия? А русофобия как политическое явление нет. Если в России случится переворот, Путин выберет бегство или пулю, по вашему мнению? А он не будет выбирать. Выбирать будут за него. Поэтому Путин выберет остаться у власти, чтобы ему за ничего, за все, что он сделал, не было. Если Путина уберут свои же, с России снимут санкции сразу же или нет? Нет, этого не будет. Вопрос санкций может существовать очень отдельно и продолжительное время. Достаточно продолжительное. Поэтому Путин – это не единственное условие снятия санкций. Путин с Эрдоганом обговаривали мир в Украине или нет? У меня всех сомнений, конечно. У Украины получится получить репарации от России? Я думаю, да. Шансы очень велики, потому что она их будет получать не от России, она их будет получать от Запада, который получит их от России, путем того, что он уже, собственно говоря, у себя их аккумулирует. После победы Украины вы бы поехали отдыхать в Крым? Сложный вопрос. Если это будет территория Украины, то почему бы и нет? Хотя с отдыхом я бы как-то повоздержался. Честно говоря, еще долго Крым не будет, местом было приятно. Для других целей вполне может быть. Медведева Путин, по-вашему, еще не списал в Утиль? Вот он отправил его в ДНР, да, там решать какие-то вопросы. Или наоборот, это как раз и есть списание, вот это вот отправление в ДНР, все типа, вали в, как раньше это было, там, отсылали на север, да, там, страны, а сейчас вот это в ДНР, вали туда. Да, знаете, и то, и другое. Потому что списан в Утиль был ровно в тот момент, когда он согласился на рокировку в 2012 году и согласился на возвращение Путина, такой камбэк. А то, что происходит сейчас, ну, его используют куда нужно. Либо, скажем так, то, что невыгодно или неудобно предлагать кому-то иному, предлагают Медведеву, ну, как, например, его заявление в социальных сетях. Ну, нормально, человек это писать не станет. А с Димой уже, как бы, спрос маленький, что с ним, глядя-то? Пусть пишет, пусть едет. Хорошо, смотрите, а вот он же поехал не сам, тоже же группа товарищей, а то, что над группой товарищей поставили вот Дмитрия Медведева, который, по сути, ну, чуть ли не клоуном считают, это унижение группы товарищей или это какая-то другая многоходовка? Нет, в аппарате это не так работает, понимаете? Даже те, кто с ним поехали, прекрасно знают о роли и месте Медведева. Поэтому они выполняют приказ вышестоящего начальства, а, так сказать, этим не их унижают, а, так сказать, это чисто аппаратная история, в которой унижение – это очень относительная вещь. То есть, она релевантная. Ну, приказали, они поехали. Это не так, что я с ним не поеду, он клоун. Нет, в аппарате там так нельзя. Надо – значит, надо. Для каких-то своих целей. И если Путин сказал, вот, сектор ваших вопросов в рамках Совета безопасности, он такой, вы должны поехать в Лугандонию и проверить, подготовка к референдам, и как там с интеграцией. Будут проблем, не будет, что там, как. Понюхайте, побегайте к собаке под хвостами. А назначаю я Диму. Сам не еду, сам не понимаете, почему. Ну, а Дима есть. Дима будет. Диму не жалко, да? Ну, Дима и Дима. Понимаете, как жалко, не жалко, в чем. Он имеет всю индульгенцию только от одного единственного лица. От самого Путина. Да, то есть, и он испомещен только им. Для всех остальных он все это фиолетовый. Нужна же еще и пропагандистская картинка. А вот мы на эту территорию приезжаем, это независимое государство. Какая еще суверенная территория Украины? Мы их признали, это независимое государство. Мы здесь обмен делегациями, то да сё, пятое, десятое. А реальная причина, она та, что они деоккупируют Донбасс и Луганск, и Донецк, или нет? Есть такие силы у ВСУ с помощью западных союзников ворваться в Донецк или нет? Такой вопрос. Хороший, да? Да, очень хороший. То есть, они решили вот это проверить? Ну, точнее, это главная задача. Помимо всего, помимо всего, ну да, насколько... Вот сейчас они, допустим, одномоментом проведут, ну ладно, там Запорожье, Ландом Херсон, а эти-то независимые, допустим, объявят, что мы вступаем, мы интегрируемся в Россию, да, становимся субъектом федерации. Вороссия, как что-то там назовут, я не знаю. А что будет? Ну, они поехали узнать, а что будет после этого? То есть, получается, вот референдум, который вроде как на 11 сентября, и вся эта вот канитель, она вся еще актуальна? Или после этой поездки будет решаться какая-то новая дата, новый вопрос? А там объявлено на 11 сентября. Кстати, дата может двигаться, в зависимости от ситуации на фронте, я бы этого не исключал. А что касается ДНР и ЛНР, ну, Херсон, особые вопросы. Там, собственно, близко войска стоят, ВСУ стоит, точнее, чем все кончится. А вот что касается ДНР и ЛНР, ну, формально же, они же независимые государства, суверитет которых признала Москва 22 февраля, поэтому, наверное, там какой-то особый порядок будет вступление. Я, кстати, не убежден, что они рассматривают как исключительно, это только референдум. Понимаете, они могут и проголосовать какими-то там парламентами или что у них там. Я не исключаю, что, понимаете как, они же могут, у них может быть альтернативный план, более глобальный, заключается в том, чтобы переучредить, там, создать союзное государство в составе, там, уже присутствующие в нем Белоруссии, там тоже свои вопросы, там, какой-нибудь Южной Осетии, не знаю, как они с Абхазией будут, соответственно, Приднестровьем, ПМР, соответственно, значит, ДНР, ЛНР и кусками Запорожья и Херсона. Могут они такой большой проект учредить и сказать, ну вот, вот все, одним днем объявляем. А у нас там какие-то куски территории, которые разную степень интеграции имеются по отношению к Москве, но у нас сложно устроенное союзное государство. Это аналог бывшего СССР, и мы будем прирастать территориями, поскольку вот, вот, вот и вот. Может такой быть план. Ну, они решают все в последний момент. Путин решает в последний момент. Поэтому все остальное, это просто проработка вопроса. Давайте вернемся к вопросу о Крыме. О том, что было в Крыме, о том, что было в Украине после удара, ну, вроде как бы удара, да, по аэропорту в Крыму, в Украине я могу рассказать. А вот что было в России? Является ли этот вот, как бы, удар по аэропорту реальным ударом по Кремлю? Ну, они по максимуму смогли эту ситуацию сохранить под контролем. Я имею в виду, вот, в публичном смысле. Потому что они сразу включили все свои механизмы по сдавливанию, такому, ну, знаете, сдерживанию информации. Ну, это можно на примере даже той же Симонии. Она пишет про красные лени через минуту. Она говорит, ой, нет, это что-то сдетонировало. Ну, то есть дали по башке, сказали, не надо, чудись, давай отрабатывай повесточку. Повесточка такая, что Минобороны же объявили, что это всего лишь нарушение техники безопасности, приведшее к детонации. Жертв практически нет, самолеты не пострадали и вообще успокоились, забыли, все езжайте отдыхать в Крыму. Хотя информации становится все больше, все очевиднее, что ущерб огромен. 9 судов военных, это невероятное количество таких самолетов, это в год столько выпускать, ну, чуть больше таких самолетов. А тут убили за каких-то несчастных 20 минут. Поэтому, ну, и жертвы, я думаю, там значительные. Ну, чего еще? Но пока власть может это сдерживать. Почему? Потому что, как вам сказать, вот если мост разбомбят, то он упадет, то это увидят все. Ну, как ты это скроешь? А аэродром ты оцепил, перекрыл. Ничего нет, все нормально. Что, интересуетесь, кто там к Сакову? И Саков подъехал, подошел. Могут и по башке дать, ФСБ оцепил и как бы. Нужно какое-то более явное, такое символическое, какое-то событие, которое, ну, невозможно колпаком накрыть, сказать, там ничего нет. Проходите мне. Поэтому у Кремля отличные механизмы по игнорированию вот этой страны. Ну, плюс все же на страхе сильно замешаны. Поэтому говорят-то говорят, а дальше что? Ну, поговорили. Завтра что-то еще произошло, завтра какие-то иные новости уже забыли. И все заканчивается. Поэтому я думаю, что в таком масштабе это не может, так сказать, произвести впечатление. Это произойдет впечатление, скорее, на армию, на войска, на руководство военное, политическое. Эти вещи, безусловно, произойдут впечатление. Это, безусловно, и, конечно, будоражит их воображение. Что же тогда, а завтра куда попадут? А вот население, оно же на бытовом уровне все это воспринимает. Вот окна повылетали, вот еще что-то. Знаете, задумываться, работает система ПВО или нет. Или там, есть ли ракеты большей дальности у Украины. Но это все-таки, знаете, преимущественно люди это плохо. Понимаете, я повторяю, им нужен зримый образ поражения. А Путин накажет кого-то за Крым? А Путин накажет кого-то за Крым? Ну, похоже, что уже наказания идут. Вот говорят, что это же зона ВМФ. Там, по-моему, командующего якобы сняли. Это пока не подтвержденная информация. Но правда или не правда, это надо проверять. Не, ну, накажут однозначно. Потому что, а где ПВО? А где разведка? А как вы не проверили, есть ли у них эти ракеты? Чем ударили? Ну, они сейчас уже знают, чем ударили. У них осколки ракеты, это либо гарпун. Никто, я не знаю, что это. Никто же не берет на себя ответственность, не говорит, как это все было произведено. Но у них-то эта информация есть. Они же сейчас в этих развальных, сгоревших остовых судов, они же сейчас разбираются, наверное, находятся. И, исходя из этих выводов, первичных даже, они будут делать выводы, а кто отвечал за это, а как? А как это прозевали? А почему это вот так? А как работают службы все? А как с пожаром справились? Ну, и так далее, и так далее. То есть, ну, обязательно накажут, 100% накажут. Это вообще без этого никогда не бывает. А на какой ответ за вот этот удар готов Кремль? Ядерный теракт на АЭС с Запорожской? Возможно, нет? Или ядерное оружие? Или какое-то... Или опять бомбардировки ночные мирных городов в Украине? Они же говорили, что судный день, как Медведев написал у себя в ВКонтакте, если вдруг будет удар по Крыму, ну и где ваш судный день? Вы же сами отказываетесь актеризировать этот удар. В отношении Украины. То есть, говорите, что это Украина. Что это она. Произвел этот ракетный удар по аэродрому Новофедоровки. А значит, они отказываются от публичного взятия ответственности себя за вот это ответное действие. Поэтому, скорее всего, это удастся избежать. Того, чтобы они использовали, во всяком случае, тактическое ядерное оружие в качестве ответного удара. Что касается Запорожской АЭС, там ситуация развивается. Она бы развивалась, на мой взгляд, и без удара по новой федерации. Потому что там немножко более глобальная цель. Их задача, посредством этого шантажа ядерного, добиться в стамбульском формате мирных переговоров о перемене. между, соответственно, Украиной и Москвой, на юге, например, и так далее. И этот шантаж служит именно этим целям. То есть, грубо говоря, сейчас взрывать станцию, подрывать там блок, энергоблок какой-нибудь, чтобы просто ответить на удар по Крыму. Но это такая штука, вы и сами пострадаете от этого, как минимум. Он хорош, пока ты это еще не применил. А когда ты уже это применил, все борются с последствиями. Еще неизвестно, какой оборот получит дело. Еще, может быть, не на пользу, а наоборот ухудшит ситуацию многократно. А какие дальнейшие могут быть действия вооруженных сил Украины, сопоставимые с резонансом по удару по аэропорту или, может быть, еще большего резонанса, для того, чтобы зашевелился и народ, кроме моста в Крыму? Какие еще могут быть? Ну, я думаю, Херсон. Херсон – это такая точка, которая бы могла изменить весь ход войны, безусловно. Потому что, вы понимаете, помимо чисто военных целей, ну, там они, понятно, какие, если правый берег будет освобожден, там установят Химарсы и теряет смысл захват Мелитополя, вообще путепровода в Крым, потому что он будет обстреливаться этими Химарсами до самого моря. Ну, и что, вы ничего не передвигать войска, ничего не возможно делать. Дальность даже таких ракетных снарядов позволяет обстреливать весь левый берег до моря. Ну, и что вы выиграли, если вы будете постоянно под этим градом из-за ракет? Ну, просто у этого тогда меняется вообще вся механика. Ведь к чему привели вся эта суета? И вот удар по Новой Федоровке, вокруг АЭС и так далее. Смотрите, нет никакого наступления. Они же собирались на них халайф идти. И на Кривой Рог. Ну, и все, и где оно? Они туда стягивают 30 БТГ там уже, вместо 15, которые были на территории правого берега. Нет ничего. Это означает, что произошли какие-то изменения в планах и возможностях российского командования, которые учтены были именно таким образом, что ему придется приостановить, придется как-то переманеврироваться. У нас вот тут проблема, там проблема. И чем больше будет таких ударов, тем выше вероятность того, что вообще все это заклютнется. Но, повторяю, если Украине удастся деоккупировать значимую территорию, я не знаю, но есть даже Донбасс, он тоже рядом с линией фронта, есть его особо, конечно, не знаю, какие планы у команды на ВСО, то это может произвести вот то негативное впечатление, которое боится Кремль. То есть оно обладает впечатлением значительным числом и командований военного, и еще, что мы не можем дальше так вести войну. Мы проиграли Херсон, туда были положены тысячи жизней, ну, не в самом Херсоне, а за все время оккупации. И что? И что? И мы вот так будем, значит, терять и терять? Ну, а зачем мы тогда это делаем? Для чего мы это все делаем? И я считаю, что символическое здесь ничуть не менее важно, чем оперативное. Скажите, а Лукашенко, вот я читал, что Лукашенко вроде как отрядил Путину 13 тысяч военных, ну, я так понимаю, это по контракту, добровольца, как это там правильно называется, я не знаю. Можно сказать, что на время Лукашенко откупился от Путина? Вы знаете, как от Путина нельзя откупиться, вот это очень важно. Путин не из тех, которые могут что-то отступить, простить, он может на время сделать шаг назад, сманеврировать, но вот откупиться от него. Я думаю, планы по смене руководства Беларуси, они никуда не делись. Если Лукашенко зайдет слишком долго, я думаю, он чувствует, вот в чем ему не откажут, в чутье, что он может, что не может, насколько он может себе позволить как-то в этой ситуации вибрировать, он понимает, что баланс очень хрупкий, он между двух огней, и Запад, и Украина, да и сам Путин, ему все сложнее выдерживаться на этой грани. Но я думаю, что здесь в код идут его иезуитские способности, он убеждает в том, что совершенно бессмысленное решение о наступлении со стороны Севера, наши военнослужащие белорусские воевать с Украиной не будут, то есть и будут все с десертируют, всех их перебьют, поэтому от этой операции нет никакого толка. Я думаю, что аргументация приблизительно такая, ну и может быть какая-то отложенная, что типа, ну вы вот сами двиньтесь на Киев, а мы уж тогда с севером помогаем, а так в чем мы? Что толку от того, что мы пойдем на севере и что? Вы находитесь, бог знает где, на востоке, на юге, внизу и что? Нас перебьют здесь, перебьют там. Нет уж, вы уж создайте спурт такой, маршем, идите, возьмите там Днепр, возьмите дальше города Полтавы, дойдите туда ближе, и мы уж тогда, конечно. А это, знаете, либо и шаг, либо поди шаг. Так рисковать он тоже не хочет. Единственное, что он хочет, чтобы никто, имеется в виду Запад, Польша, Украина или, не знаю, Литва, не ворвались на территорию Белоруссии и не сместили его режим. А это может произойти только в одном единственном случае, если он нападет на Украину непосредственно, пошли туда войска, будет снято последнее ограничительное. А с чего бы? Это третья страна, которая вовлечется непосредственно в войну. Она и так вовлечена. С ее территории стреляют, взлетают, с ее территории заходили в феврале и марте, но тут еще можно как-то отпетлять и сказать, что, слушайте, это не я. Это же не наши войска, это же не мы. Мы почти полуоккупированная страна. И на кого-то, возможно, это произойдет впечатление, ну или люди изобразят, что это произвело на них впечатление. Неважно, на Западе или Украине. А если ты уже послал войска, то нельзя уже будет сказать, нас заставили. Там по двумя автоматов садить пошли. А потом как себя поведут войска? Поэтому нет. Я думаю, что в той ситуации, которая сейчас есть, скорее всего, с высокой степенью вероятности, Лукашенко будет держать ту же позицию, которая была. Ничего будет неизменивать. Не виноватая я, он сам ко мне пришел, да? И давайте поговорим еще вот о дискредитации Зеленского. Появилась такая информация, что вот на Западе хотят создать дискредитацию Зеленского. Вроде как в спецслужбах Российской Федерации создается какой-то новый отдел по такой работе. И там чуть ли не обговаривают, возможно, или покушение, или какие-то там вбросы информации. Это возможно? Послушайте, а я думаю, что это уже давно существует. Представить себе, что с начала войны или до нее не было такого рода попыток дискредитации Зеленского и попыток его дезавуирования, ну, я с трудом могу себе представить, потому что как раз проблема в том числе и в Зеленском, естественно, украинскому народу, украинской нации, но и в Зеленском не в последнем учебе. Он же не побежал, не струсил, не ушел из Киева и так далее. То есть это человек, оказывающий сопротивление, ставший не просто президентом, а главнокомандующим. Ну, конечно, это головная боль, приходящая сотрясением мозга. Конечно, они бы хотели с ним справиться. Но как? Что ты против него можешь вывалить того, что они сами играют? Например, сам Путин во втором своем послании после 24-го разъявил, что, типа, военнослужащие расходить по домам, вами руководят нацисты и наркоманы. Такой пошип пошел. Это при понимании, что у тебя ничего не вышло. Что ты воюешь не с Зеленским, ты воюешь с украинским народом, который будет Зеленским, не будет Зеленским, продолжит воевать. И это очень важный тезис. Этого никогда не поймут в Москве, потому что они глубоко убеждены, что все и вся решается посредством договоренности элиты. То есть людей, которые придержат власть. И что обо всем можно договориться. А если не могут договориться, ну, тогда применяются методы, чтобы заставить. Война один из таких проблем. Сейчас уже чего-то нового, такого существенного сделать для дискредитации Зеленского очень сложно. Зеленский за эти месяцы получил такой невероятно высокий статус в мире. Не только в Украине. Украина-то понятно. А в Украине воюет. То вот сейчас попытаться его на чем-то попытаться дискредитировать, оно эффекта не принесет. Ну, действенно существенный эффект не принесет. Я думаю, что за эти месяцы много попыток было разных. И торговля оружием, и коррупцией, и, значит, попытки сталкивать военное командование, и гражданское. Ну, то есть все это будет продолжаться. Ничего здесь нового. Абсолютно. Хорошо, давайте еще один вопрос. Мне вот интересно. И перейдем к Блицу. Такой, лайт вопрос-версия. Объясните мне, арест Овсянниковой, это показуха, мыльная опера или все-таки реальность? Вот этот вот плакат, с которым она выбегала. Это было задумано или не задумано? И что, она сейчас за него расплачивается? Или опять игра Кремля? Ну, во-первых, мы это увидим. Потому что, понимаете, все может быть игрой до тюремного срока. Ни один дурак не согласится. Она получила меру пресечения в виде домашнего ареста на период Приндитского первого канала. Сложно, это очень сложно. Понимаете? Простерять доверие быстро можно, а вот обрести его, обрести можно. Жертву не еще. Вот это то, что с ней сейчас происходит. Что касается меня, я не считаю, что она продукт заговора спецслужб. Я считаю, что она просто очень недальновидная, недалекая эмоциональная женщина. Потому что все, что она делает, выглядит очень неуклюже при деле. Не обладает она никакими выдающимися талантами как журналист. Не обладает она какими-то выдающимися талантами как общественный деятель. Ну, это просто так. Она не родилась с этим. Вот. Да и возвращение ее после всего, что было обратно в Москву, под предлогом, что она должна побороться за детей, но тоже, знаете, решение не из лучших, учитывая, чем ты занялась и чем это все чревато. Время все покатит. Время все расставляет на свои места. Так всегда и бывает. Я сам свидетель тому. Я ее чаще принимаю. Потому что, понимаете, доверие, оно возникает не сразу. Но если уж оно возникает, подорвать его уже очень-очень сложно. Она его может завоевать, если получит тюремный срок и так далее. И это будет оценено. И люди ей простят вообще все. Но для этого нужно принести очень высокую, большую жертву. Да, жертва – это твоя, собственно, судьба. А тюрьма русская – это не совсем то, что тюрьма, в принципе. В Норвегии, везде. Если она заплатит именно такую цену, то я думаю, что ей многое простят. Ее неуклюжесть, и, так сказать, претенциозность, и какую-то фоноберию странную, и вообще глупые заявления часто. Все простят. Я думаю, осталось ждать недолгое разрешение этого вопроса, потому что там в течение одного дня сажают по несколько человек сейчас, судя по тому, что я читаю. За аэропортом последуют удары по Крымскому мосту, интересуется зритель. Да, я этого не исключаю. Ответим так, что это в планах наверняка, но вот когда и что – сложно ответить. А что, по вашему мнению, будет маркером начала-конца этой войны? Если какое-то количество значимых лиц из окружения Путина выступит с каким-то публичным заявлением против этого. Продолжите фразу. Россия проиграет войну, когда… Когда Путин умрет. Продолжите фразу. Путин потеряет власть, когда… Когда его убьют. Все-таки считаете, что убьют? Ну, один из вариантов. Он же потеряет власть, если его убьют. Это да. Другие варианты все возможны, но вы знаете, политическая смерть равна почти физической для Путина. Это почти одно и то же. Продолжите фразу. Для меня победа Украины в войне с Россией – это… Это победа и России. Настоящая Россия, конечно. Потому что победив войне, Украина, этот импульс передаст гражданскому обществу в России. И тогда можно будет избавиться и от власти, власти Кремля в нынешнем ее виде. Так что это, конечно, и победа России тоже. Когда между народами Украины и России наладят соотношения? Года, десятилетия? Ну, это десятилетия, конечно. Многие десятилетия. Что может ускорить сближение, дружбу народов? Ну, Россия должна измениться. Вот Украина может остаться такой, какая она есть. Скорее всего, она останется такой, какая она есть. Улучшаясь, там, эстернизируясь. Что угодно, какие процессы будут идти. Но она в сути своей останется все тем же государством украинца. Национальным государством. Очагом этого народа. И это не только этническое, но и политическое. Всякое другое понимание. А вот Россия должна сильно-сильно измениться. Она должна перестать быть такой, какая она есть. Тогда шансы есть. Почему нет? Ну, я хотел бы пожелать россиянам, чтобы Россия действительно изменилась. Превратилась, уж извините за такое сравнение. Назву это Лавровщиной, да? Превратилась из гопника из питерской подворотни в питерского интеллигента, который чтит чужую культуру, чтит чужое мнение. И не цурается, как-то по-русски, своего. Не цурается, да. Да. Большое вам спасибо за интервью. Не стесняется. Да, нет, спасибо, пожалуйста. До свидания.